Слышали новость? Москвичка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу. А в Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни. Мы подготовили для вас 5 новостей, которые можно обсудить, пока разогреваете обед в микроволновке. В Ростове-на-Дону появился самый дешевый в мире автомобиль. Он к тому же еще и невидимый. Не знаю, правда это или нет, но звучит достаточно убедительно. Местный умелец сварил из прути в железный каркас, похожий на Жигули, приделал его к старенькому велосипеду и выехал на проезжую часть. Такой веломобиль идеально охраняет личное пространство. Для интровертов самое оно. А вот что бывает, когда используешь свои ручки не по назначению. Москвичка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу. Все остальные новости ее жизни вообще не имеют никакого смысла вне этого контекста. Москвичка всю жизнь мучилась от странной заложенности носа, но проблему особо не решала. И вот, перед своим 80-летним юбилеем старушка решила обновить себе зубы. Пришла к врачам, они сделали ей томографию и заметили в носу странный предмет. Оказывается, дышать бабуле мешала вишневая косточка. Когда врач достал ее из носа, пенсионерка очень удивилась, но так и не смогла вспомнить. Где, когда и главное зачем засандалила себе в ноздри это чудо. Тут абсолютно ее идея. Московские школьники нового поколения косточку себе в нос вряд ли засовывают. Слишком хорошо они знают биологию. Откуда ты это все знаешь? Ну как откуда? Недавно московские школьники заняли первое место в международной олимпиаде мегаполисов. Соревновались с ребятками из 32 стран. И победили! Классно, да? Значит, они лучше всех в мире знают физику, химию, математику и информатику. Зачем им сдавать ЕГЭ? Пусть сразу идут с Колкова работать. Я тоже считаю, что это полезно для самооценки. Вообще, говорят, Москва сейчас входит в топ-5 городов с лучшим образованием в мире. Так, 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 так. Понятно? Нет! Молодцы! А теперь моя любимая новость. В Удмуртии при подготовке к переписи населения нашли две новые деревни в 2019 году. То ли их раньше вообще никто не искал, то ли доярки и трактористы в мастерске научились играть в прятки. Спрячемся у Лосяша. У него в доме ничего нельзя найти. Кроме этих двух деревень, в Удмуртии нашлось еще с десяток новых улиц. Названия их ну очень красивы. Улица Булата Акуджавы, Федора Шаляпина, Владимира Высоцкого, Исаака Левитана, Святого Андрея Рублева, а еще улица Чистых Рос. Да чего же поэтично. Сразу видно, что местные жители называли свои улицы с большой любовью. Блин, как красиво! Нам повезло. Мы с вами можем любоваться России с высоты птичьего полета. А вот курочка, которую вы увидите сейчас в кадре, даже до яблока на дереве дотянуться не может. И ростом мала, и летать не умеет. Вы видели, она когда прыгает, даже не пытается себе крыльями никак помочь. Но, ибо из крыльев курочка справилась. Сорвала-таки яблоко. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, какая новость понравилась вам больше всего. Обсудим. Меня, как всегда, зовут Майя Лудкова. Увидимся в следующих выпусках. Ну, а пока посмотрите на мои колечки. Они прикольные. Ну, а пока посмотрите на мои колечки.